всем привет ребята мои майка аквариумной ферме и так вот следующий день должен был клеить аквариум но что-то не получается сейчас посмотрим на данюшку и немножечко поработаем на разводе ну в общем говоря все это дело увидим с вами александр всем приятного просмотра вот такого настроения хорошего дня ну и что сегодня у меня здесь происходит ребят вот продал немножечко растений на вот такую вот маленькую бумажечку будет за что прикупить какие-то светильники или даже тот самый редуктор когда он не придет но человек обещал выслать завтра ну посмотрим и вот по рыбке поклюнулись барбусы огненные от начали плавать и также данюшки немножечко здесь есть зеленой скорее всего и вот это данюшка четко икра вот спортивность скорее всего вот этот эксперимент провалился так как много икры пропало и надо ей воздух вот такое вот совсем столб воды здесь три сантиметра больше я не мог спустить так как спускалась вода ну и немножко есть хорошие икринки но и немножко плохой также у сомиков анцитрусов испортилась вода надо будет подменить сейчас он срочным образом по данюшки ничего здесь не происходит нерестом нет данюшки пузатый сейчас я спускаю эту всю икринку сцеживаю и убираю этих данюшек отсюда во и три аквариума у меня есть подготовленные под нересты для тернеции и еще сейчас три поставим и сразу же даже возможно и сегодня ее от нерестим барбусы огненные что он там от верху все хорошо у них питаются кормятся и все отлично ну и хотелось бы еще немножко конечно же поработать но конечно не успевай начинаем заниматься уборкой вот этой водичку подменил и анциструсы по расплывались по всему аквариуму и чувствует себя очень очень хорошо вот такой вот прекрасный малючек который плавает в этом аквариуме ну попозже его подсчитаем конечно же не сегодня аквариумы подготовил под нерест тернеции вся вода покупная чистая и сейчас будем пересаживать эту рыбку сюда 6 нерестовичков конечно же у меня побольше пар но пускай будет 6 сейчас вот выберем некоторых особей из этого стада и посадим их на нерест вот самочки у меня здесь самцы вот здесь ну и посмотрим как будет развиваться личинка в покупной воде так как на моей водопроводной совсем печально личинка вся пропадает ну и попробуем развести эту рыбку сейчас пересаживаем производителем и включимся дальше ну и осталось четыре самочки ты здесь из них плавает и одна вот здесь я ее высадил для того чтобы с нее вы были икру вот она плавает но на толстенькая пузатая не знаю сработала эта система или нет ну не посмотрим что то я на сажал на нерест тернешка здесь розовая пара здесь желтая с синим самцом надеюсь получить зеленый но конечно же не факт но увидим здесь желтая пара здесь буряковая пара еще одна буряковая и еще розовой сейчас на ночь под подымаю температурку до 30 градусов на кондиционере и здесь будет примерно 27 28 подходящая для икрометки тернеции уже не по 2-3 нерестовочка а еще можно было бы один так забросить но не нету места и пока вот пускай должен кто-то с 6 пар так и от нереститься но и будем смотреть если будем что-то будет на покупной этой воде также для эксперимента здесь три распылителя здесь нету распылителей и увидим какой выход личинки здесь будет я не буду отбирать просто просто оставлю в этих нерестовиках только уберу сетку и посмотрим как это будет работать но надеюсь будет хорошо поводе вода чистая покупная никакого с аквариума чистая водится покупная хотелось бы конечно же для лучшей икрометки и какой-то субстрат но тернеции я бы сказал не особо он и нужен потому что самец выбивает с снизу вверх как-то так самку подбивает и выметывается икринка это мои личные наблюдения но вот так вот оно и есть на сегодня работенка ребят окончено так как уже снова поздно и поздно приехал с работы еще клиент с этими растениями приходил также приедет за рыбкой в общем говоря вот такие вот пироги и сгорела у меня вот здесь вот вот это лампа не пойму почему и конечно же хотел их менять но думал что они будут на другую стойку там где не будет растений и ничего но это еще конечно же под вопросом если будут или не будут потому что вот такие вот аквариумы особенно как вот этот мне очень-очень нравится ну и конечно же ребят свет в первую очередь надо заделать вот здесь свет я думаю растение пойдут в рост потому что так они просто либо загибаются либо совсем погибают и было у меня вот здесь пара скалярий здесь температура по низу 24 градуса вроде бы хорошая вроде бы нормальная но для скалярий это не особо хорошо ну а таки вот работает все прекрасно и думаю в этот отсек еще кого-то посадить но еще в раздумьях и вот эта пара скалярий успешно себе вот тут определилась здесь примерно 26 27 градусов даже можно сейчас вместе с вами достать градусник который забыл где-то далеко и посмотреть неудобненько конечно немножко за высоко надо себе какую-то до 26 градусов это для скалярий более-менее терпимо вот установил им сюда вот такую вот пластиковую эту штучку для того чтобы они не растились потому что здесь но есть вот крипто каринка одна широкалистая но лучше бы они метали сюда надо также конечно же убрать себе немножечко малинезии для производа но это надо готовить аквариумы а так как я вот сейчас обильно работаю у меня не хватает на это все времени но конечно же что-то пытаемся что-то делаем каждый день по немножечку по капельке и сосуд превращается в уши что-то сказал даже сам не подумал что сказал но как-то так день на разводинке подходит концу еще маленькие и нюансы как это под убрать часик полтора еще мы работаем и домой ну и рыбку посадили на нервис немножко поработали и это уже хорошо также заработали на аквариум это очень хорошо ну и завтра уже будет полноценный геймер поработаем немножко побольше планах есть много много работы не буду говорить так как как обычно наговорю-наговорю потом ничего не сделаем ну с вами был александр всем приятного дня хорошего вот такого на свете а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok